Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзагет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня по традиции мы с вами разберем один единственный стих и постараемся ответить на вопрос. Зачем Богу то, что мы исповедовались, причащались? Зачем Создателю мира нашей исповеди и причастие? Для чего ему это все нужно? Поэтому давайте мы откроем сегодня с вами Евангелие от Марка, пятую главу, и прочтем 32 стих. Да, уделим внимание только одному стиху, но все-таки, как это часто бывает, проблема, что мы пробегаем интересная история евангельская. Чудеса, притчи, на них много глубоких толкований, всеобъемлющих и древних, и современных. А вот остановиться и не упустить крупицу вот этой евангельской пользы, которая может нам разрешить тот или иной вопрос взаимоотношения с Богом именно сейчас в нашей личной жизни, в нашей жизни духовной, этого дорогого стоит. Поэтому тоже давайте сделаем вот эту небольшую паузу и прочтем стих, который, по сути, стих-связочка. Там и действия почти никакого нет, на коротко, я бы сказал, некоторая пауза в действиях Христа. Итак, Евангелие от Марка, пятая глава, 32 стих. Естественно, когда ты разбираешь один-единственный стих Евангелия и на нем сосредотачиваешь внимание своего ума, своего сердца, то уместно вспомнить контекст. Здесь Господь исцеляет женщину кровоточивую, которую, если мы прощем предшествующие стихи, много лет болела, кровоточила, причем это кровотечение было такое, которое в обществе особо и не расскажешь, а уж тем более в иудейском обществе, которое относилось к болезням не только как нечто унизительное с какой-то материальной точки зрения, но и как к некоторому духовному ограничению для участия в таинствах, для того, что человек не может просто прикоснуться к другим, иначе он оскверняет других людей. Вот эта женщина, несчастная в толпе народу, подошла и, набравшись смелости, с верой в Бога, прикоснулась к Христу тайком, причем не к нему даже самому, а к краю его одежды, и Господь ее исцелил. А потом спрашивает, а кто же ко мне прикоснулся? Сила из меня изошла, апостолы говорят, да как же так, ну, Господи, тут же толпа, тебя толкают, зачем ты на это обращаешь внимание? Вот точно так же порой люди вокруг Христа и тоже думают, Господи, ну вот такая толпа, ну зачем ты обращаешь внимание? А что делает Господь? Господь смотрит вокруг, чтобы видеть вот этого человека. Какого человека Господь хочет видеть? Тот, который захотел, несмотря ни на что, несмотря ни на правила, несмотря на препятствия, несмотря на нерешительность, несмотря на то, что уже вроде столько все потеряно, а женщина потеряла все свое какое-то там богатство, имение было, все на врачей спустила, и все без слуку. И человек все равно хочет быть со Христом, несмотря ни на что, и преодолевает все препятствия. И Господь стоит, ждет, и ждет, что человек объявится. Вот точно так же и мы, когда идем к Христу, мы тоже такое дерзновение должны иметь. Какое это имеет отношение вот к вопросу таинств церкви, наших таких самых регулярных, таинства причастия, таинства таинства, ради которого мы все другие таинства принимаем, и таинства примирения с Богом, таинства, которое недаром называется Второе Крещение, это то есть таинство покаяния, таинство исповеди. Исповедь что такое? Это свидетельство, что человек готов менять свою жизнь. Свидетельство, что да, я грешен и недостоин. Свидетельство, что да, Господи, я отделен от Тебя грехом. Свидетельство, что, Господи, Ты все равно лучше мои грехи знаешь. И Господь приходит, и эти грехи прощает, освобождает. Авансом, еще человек ничего не заслужил, еще он не сделал. Он по-прежнему грешен и недостоин, Господь раз, и грехи с его души снимает. Что там с его, надо говорить, с моей души, с моей грешной, когда я прихожу к Господе, и Господь грехи снимает. Но зачем же Богу вот это? Как раз потому, что Господь, Он нас сотворил свободными. Сотворил свободными, и хочет, чтобы наш выбор, Его, чтобы наш выбор по отношению к Нему был решительным. Не даром, помните, как вот перед крещением, во время чина оглашения несколько раз спрашивают, а точно ты готов отречь от стены, точно ты готов сочетаться со Христом? Потому что это твое окончательное решение. И вот точно так же и здесь человек должен поступить, как вот эта грешная женщина. Потому что если человек не приходит на испыть, надо сказать, что даже вопрос, который я вынес, заголовок ролика, он немножко так двояко даже звучит, потому что Бог ни в чем не нуждается. Ему не нужно ни наше испыть, ни наше причастие, Он все благой. Но Господь этому будет рад. Рад, если кто-то из Его возлюбленных детей, из нас с вами, все-таки к Нему придет. Преодолеет все препятствия. Потому что человек один не идет, почему на испыть? Говорит, да у меня особо грехов нет. Чего надо ходить, каяться? Так нет, приди, приди, Господь ждет, Он смотрит вокруг и ждет, что ты к Нему подойдешь, присповедуешься. Точно так же, а другой человек говорит, да не, я такой страшный грешник, ну как бы меня Господь не простит. Да и даже простит, я все равно исправиться не смогу. Нет, иди, не бойся. Вот эта женщина тоже думала, она такая скверная, и все там действительно недостойно на Господа прикоснуться. И вот, ну хотя бы краешку ризы прикоснулась, уже Господь это оценил. И смотрит, и ждет, и хочет ее похвалить. Да, и тоже, и точно так же, и любого грешника, кающегося, даже самого страшного, Господь ждет, чтобы принять к себе. Он рад, он рад, он, ну почему бы не порадовать Господа? Он за нас на кресте умер, тоже ему такую вот радость небольшую доставить. Точно так же мы смотрим, что еще этой женщине препятствовало. Но вот это иудейская толпа. И просто технически, что продараться сквозь толпу. И нам точно так же, ой, а там очередь длинная на испытие, ой, а так много народу в храме, а как не придут там на пасху, на крещение, а да столько-то народу, и как-то, в принципе, добраться. Так, дорогие друзья, если сами не доходили до испытия, или кто-то из близких не доходил до испытия тоже, что там много длинной очереди, так не надо же идти на большой праздник, приходите в будний день. Да и, в принципе, человек, который постоянно, регулярно исповедуется, тоже ему, конечно, не стоит. Мы говорим уже о празднике праздника в Пасхе. Тут уж совсем не делай отвлекаться на свои грехи перед этим. Великий пост был, время покаяния. Пасха не время покаяния, но даже на любой праздник не нужно. Постарайся поисповедоваться, да, где-то в будний день. И потом спокойно причащаешься, ходишь весь месяц, а вот это уже покаяние позади, и ни в какой толкучке, ни в какой толпе народа ты не преодолевал, никакие очереди не выставил, и никого за собой не заставлял ждать. Точно так же и другое могло быть препятствие, не просто протраться сквозь толпу, а кто-то заметит, кто-то узнает, скажет, что это та кровоточивая, скверная, она к нам прикоснулась, она нас осквернила. То есть кто-то мог стать препятствием не физическим, а препятствием таким унижения, оскорбления, отбить всю охоту, идти к Христу. Вот эти верующие люди, точно так же человек не хочет идти на Испути. Да что, я приду в храм на Испути, а там люди грешные. Там бабушки говорят, не той рукой свечку передавал. Там тоже такое-то замечание делают. Там пришел дежурный про храму, какие-то злые настроения. А там даже сам батюшка тоже какой-то там строгий, или не выспался, злой. Тоже вот какое препятствие. Да и при чем тут это? Вот эта женщина, она тоже это все боялась. Но она все равно пришла ко Христу. И Христос ее исцелил, освободил, очистил. И не только от болезни. Но и говорит, вера твоя спасла тебя. После вот этого стиха говорит. Говорит почему? Потому что и источник вот этой болезни, те грехи, которые Господь может вразумил и послал это заболевание, тоже Господь ей прощает. И в контексте причастия святых Христовных тайн все то же самое. Человеку иногда кажется, что не нужно идти ко причастию, потому что и без этого можно прожить. Человеку чаще всего не причащается, то есть даже верующий, крещеный человек. Потому что говорит, да не, я в принципе живу, как-то и так живу. Ну, свечку зашел, поставил. Ну, в принципе, там яички осветил на Пасху. Да не, я даже каждый день, может, в храм Пуцаработа захожу, но на службу мне как-то не до этого. Да и в принципе, вот я смотрю, кто-то там причащается, человек там все равно плохой, а я уж не такой уж и плохой. Нет, все равно надо идти. Потому что мы смотрим вот эту опору, что вот материальный мир, и я как-то живу и без причастия прожил, там 20 лет, или человек говорит, да я прожил без причастия 70 лет, зачем мне причащаться? Так и женщина, она долгие годы, она все вот действительно жила, были деньги, она их потратила на врачей. А радости нету, все позади. Так и мы точно так же приходим к границе жизни и смерти, и можешь сказать, да, преуспел. Даже, может, не потратил, а собрал. От толку-то все равно ничего в Царстве Небесное не унесешь. И если бы это еще было Царство Небесное, в гроб с собой ничего не возьмешь. А где ты там воскрешни после вот этого положения, в гроб на небесах или на земле, тоже большой вопрос. Поэтому все равно надо идти. Надо идти даже, кажется, что если без этого проживаешь. И другая крайность бывает наоборот у людей воцерковленных. У нас, мы читаем деяния апостолов и видим, что христиане каждый день собирались, приобщались к святых христовых тайн. Каждый день собирались на вечер, преломляли хлеб. Что даже апостол Павел говорит, ну, ведите себя там нормально. Вы же все-таки не просто поужинать собрались, а собрались причтиться телу и крови Христовой. И вот точно так же и люди, они берут, смотрят, как апостолы делали. А все равно слышат, как священник говорит каждый раз, распримите и идите, если есть тело мое. Они идут причащаться. Были на литургии и не причтились. Тоже почему? Потому что кажется, да я же недостойный. И тоже, как же, а ты не станешь достойным, если ты не прикоснешься ко Христу. Делает нас достойными Господь. Вот он тоже как раз стоит, и как вот в этом 32-м стихе говорит, он смотрит вокруг, говорит, ну, я смотрю и жду, кто же решительный придет, кто же подкашет. А иногда кажется, да не, я бы, может, и причащался каждый раз. Но тоже, у меня там другие там тоже старушки зашукают. Или даже какой-то батюшка может сказать, не, не надо, что это ты слишком часто причащаешься, даже какие-то аргументы, может, найдет. Эта женщина чего боялась? Она же сейчас скажет, что она прикоснулась ко Христу, и вот эти все толпа иудеев, которые вроде верующие, которые так Христа любят, которые так за ним следуют, они все на нее набросятся. И причем вплоть до побивания какими-нибудь камнями, да и просто, чтобы онисти, скорбить. И точно так же многие люди боятся причащаться на каждой литургии, потому что думают, что их осудят все. Причем осудят не только миряне, но и даже священники. Не нужно этого бояться. Господь стоит и ждет, кто решится приходить к чаше, причащаться на каждой литургии, несмотря на всех окружающих людей. Он стоит и ждет, и надо же сказать, я Господи. Вот как там в молитве вера Господа исповедует. От них же первый есть масс. Меня, Господи, спаси, меня, грешного исцели. Господь тоже ждет, ждет нас и во всех таинствах церкви. И точно так же человек, который даже, это можно и про другие таинства вспомнить. Например, благодать, крещение. Например, Господь ждет именно тебя. Решайся. Решайся. Да, надо менять свою жизнь. Да, это надо жить чуть-чуть иначе. Или человек, который не воцерковленный. Да, надо воцерковляться. Да, дальше надо жить по-другому. Но это того стоит. И Господь обязательно стоит, ждет, чтобы тебя похвалить, чтобы тебя поддержать. Чтобы даже от окружающих козней вот этого лежащего от Лемира тебя чуть-чуть защитить. Чтобы тебе было легче снова и снова повторять свое свидетельство. Я иду ко Христу. Я иду к айствую и грехах. Я иду приобщаюсь к святых христовых тайн. И я буду со Христом и здесь, и в Царстве Небесном. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok